Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Промзону из микрорайона Вересники в Кирове хотят перенести возможность проведения такой работы, изучает Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Об этом сообщает паблик «Строем Киров». Его авторы выложили письмо исполняющего обязанности министра Дениса Пестрикова, направленного руководителем предприятий. В письме их просят уточнить, возможно ли перенести производство и какие на это будут затраты. Также чиновники предлагают список свободных земельных участков для переноса производств и офисов предприятий. Необходимость этого аргументируется планом по восстановлению судоходства по пятке и возможностью нового строительства на территории Вересникова. Экономика. По 206 тысяч рублей в среднем лежит на счету каждого жителя Кировской области. По объемам банковских вкладов наш регион находится на 48-м месте в стране. На первом – «Москвичи» с объемом вклада на человека более 1 миллиона 300 тысяч рублей. На последнем месте – жители Ингушетии, в накоплениях которых в среднем только по 22 тысячи. В целом объем вкладов населения в российских банках на 1 января этого года составил 50 триллионов рублей. Это почти на 10 триллионов больше, чем годом ранее. То есть прирост составил 25%. В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках в среднем составляет 347 тысяч рублей. В эфире «Экономика». В Кирове выставили на продажу самую маленькую квартиру. Она находится в доме на улице Циолковского. Общая площадь – 11,5 квадратных метров. Судя по фото, там есть кухонный гарнитур, шкаф, диван и душевая кабина, которая стоит прямо напротив дивана. Всю мебель владельцы квартиры при продаже обещают оставить. Просят за жилье 1 миллион 200 тысяч рублей, то есть по 104 тысячи за квадрат. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин